Мы откуда знаем, что они воруют, что не воруют. Правильно ли начислили за ЖКУ? За ответом Зиляра Довлетшина пришла в управляющую компанию. Доверие говорит нет. Узнав о том, что ее платежи за воду и тепло теперь будут начисляться напрямую поставщикам, рассчитывает на прозрачность. Если они не будут там тоже прибавлять, конечно, если будут скромны. Если у нас будет какая-то выгода для нас, то, конечно, это лучше. Уже будешь знать, что никакие проценты не будут они себе оставлять, сразу напрямую будет. Платежи не уменьшатся, а станут прозрачнее, говорят эксперты. Более 250 миллиардов рублей задлажали управляющая компания поставщикам ресурсов по всей стране. При этом собираемость платежей от жильцов более 80%. В Татарстане более 98%. Но часть средств оседает в карманах недобросовестных управляющих компаний. Вот я не выполнил какие-то жилищные услуги, не оплатил. Они снимаются с коммунальных услуг у меня и перечисляют на жилищные, обеспечивая себе зарплату, поправляющих зарплату и премии. А мы с вами стали должники по коммунальному услугу. В Татарстане напрямую работать с поставщиками будет единый республиканский расчетный центр. При Татар-энергосбытии существует единый расчетный центр, сегодня создан. У нас будут прямые как раз счет фактуры, манифицированные, по которым мы будем оплачивать. То есть деньги коммунальных платежей будут уходить напрямую ресурсоснабжающим организациям. Данное новое деньги конкретно я, как руководитель управляющей компании, полностью поддерживаю. Считаю правильным, когда будет прямой договор между поставщиком коммунальных услуг и потребителем. А управляющая компания будет оказывать только жилищные услуги. Принимать показания счетчиков и отвечать за качество будет УК. По новому закону проекту поставщики ресурсов смогут и разорвать отношения с управляющей компанией-должником в одностороннем порядке. У нас была проблемная управляющая компания ключевое. Специально не платила деньги нам и водоканалу, энергосбыту. Ресурсоснабжающая организация имеет право расторгнуть договора с управляющей организацией и заключить договора с населением напрямую. Когда татарстанцы будут получать платежки единого образца и когда система заработает повсеместно во всех городах и районах республики, пока неизвестно. Законный проект одобрен в третьем чтении Госдумы, но еще находится на рассмотрении Совета Федерации. Анна Городнова, Рамз Гарипов, ТНВ, Казань.